Всем привет! Меня зовут Саша и с вами мастерская Лихой Топор. Недавно передо мной остро стал вопрос выбора светильника в одну из комнат. Я изучил кучу вариантов и мне по душе пришелся один крутой дизайнерский светильник. И вместо того, чтобы платить за него сотни долларов, я решил сделать свою вариацию такого светильника, что несомненно дало мне ряд преимуществ таких, как адаптация его под конкретно мой интерьер, возможность получить удовольствие от процесса изготовления и конечно же снять ролик для вас. Для этого светильника я заказал так называемые лампочки Эдисона. Благо на просторах Алиэкспресса их полно и качество вполне приемлемое. Ссылки как всегда будут в описании. И вот они наконец пришли. Курьер! Общая идея такая. Мы создадим рой необычных летающих насекомых в образе семьи. Поскольку нам надо создать полноценное семейство, мы будем использовать лампочки разных размеров. Вот две взрослые особи и куча маленьких. Заранее я нарисовал эскизы для наших насекомых. И выглядит это будет примерно вот так вот. А теперь предстоит перенести заготовку на дерево. Перед тем как выпилить нашу форму, нам надо заранее просверлить отверстие для патрона. Так будет проще, потому что заготовка имеет правильную форму. В итоге мы имеем вот такое вот отверстие, куда без проблем должен помещаться патрон. А теперь предстоит вырезать общую форму. Вот так вот выглядит общая форма. Теперь нам предстоит ошлифовать ее грубой наждачкой, для того чтобы закруглить и придать уже конечную форму. И поскольку это очень пыльная работа, не стоит забывать про технику безопасности. Многие мастера пользуются вот такими вот масками. И далеко не секрет, что вот этот первый фильтр, который защищает основной угольный фильтр просто от пыли, стоит каких-то неоправданных денег, учитывая материал, из которого он сделан. Поэтому я хочу поделиться с вами таким вот лайфхаком. Мы берем влажную салфетку, накидываем ее на угольный фильтр и фиксируем стандартным зажимом. В итоге мы имеем вот такой вот фильтр, который ничем не хуже оригинального. А учитывая его себестоимость, его можно менять хоть каждый день. Основная работа проделана. Но для того, чтобы светильник полностью соответствовал моему интерьеру, я придам дереву еще более светлый тон. Сделаю я это при помощи белой морилки. Но предварительно просверлю техническое отверстие, через которое и будет проходить провод. После того, как изделия высохли, я использую металлический трос для того, чтобы подвесить наш светильник. Заключительная часть это проводка. Подключаем провод к цоколю и фиксируем его термоклеем. Заключительная часть это проводка. вот в итоге что мы имеем на изготовление светильника у меня ушло два дня работы и чуть более 40 долларов вложений на просторах интернета светильник в подобной комплектации в среднем нам предлагают за 600 долларов так что делайте выводы сами и помните что все в ваших руках а вам добра от напора а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...